Доброго времени! В студии Анастасия Дорогана. Это главные новости за неделю. Алтайские производители сельхозтехники готовы работать на импортозамещение. Так, почти половину плугов всех типов на российский рынок поставляет наш край. Вопросы технологического суверенитета в агросфере страны обсудили в Казани на заседании комиссии госсовета по направлению сельскохозяйства. Провел его губернатор Виктор Томенко. Заседание прошло в рамках Всероссийского дня поля. Эксперты обсудили развитие рынка отечественной сельхозтехники, поиск новых поставщиков оборудования и комплектующих. Все больше и больше появляются техники производства азиатских наших партнеров. Это, ну, как бы, естественно. Те страны, которые готовы с нами взаимодействовать, они приходят на наш рынок. Но, естественно, здесь есть много моментов, связанных с дальнейшим обслуживанием техники, связанным с поставкой необходимого объема запасных частей, особенно, когда оборудование выходит за сроки, гарантированные сроки эксплуатации. И здесь мы с нашими партнерами будем действовать, ну, тоже по двум направлениям. Первое, ну, формулировать свои потребности, выстраивая более глубокие взаимоотношения с одной стороны. С другой стороны, ну, подстраховывая себя собственными возможностями и мощностями собственными. А это у нас есть и, скажем, сегодня Кировский, руководитель Кировского завода выступал, представители Ростельмаши выступали. Губернатор сообщил, что ушедшие с рынка зарубежные компании могут отчасти заменить и алтайские предприятия. К примеру, уже сейчас они поставляют на рынок 42% плугов всех типов, а также бороны, глубокорыхлители и зерносушилки. На госсовете обсудили инструменты поддержки аграрии, в прямое субсидирование, льготное кредитование, лизинг. Так, на федеральном уровне принято решение сохранить возможность оформлять лизинг на сельхозтехнику поставки ниже рыночной. Эта мера, по словам Виктора Томенко, востребована и на Алтае. Скорость увеличения цен на бензин в Алтайском крае продолжает бить все рекорды, прибавляя к стоимости литра на несколько десятков копеек в неделю. А в розницу АИ-92 и АИ-95 дороже опта. Из-за чего образовалась такая ситуация? Почему она грозит целым коллапсом для региона? И когда все может стабилизироваться? В этих вопросах разбирался мой коллега Данил Кузнецов. С нынешними ценами на топливо, пистолет, бензоколонки так и хочется приложить не к заливной горловине, а к головине. Почему в Алтайском крае так резко подорожало горючее? И когда это кончится, расскажу, пока заправляю машину. Поднятие розничных цен по региону началось с мая. Притом, единственная категория, которой это почти не коснулось – дизель. Литр 95-го за два месяца подорожал в среднем на полтора рубля и постепенно приближается к отметке в 50 рублей. Для кого-то даже такая, казалось бы, незначительная перемена влечет серьезные изменения. Приходится в чем-то себе отказывать. Например, где-то пешком пройтись, проехать по проездному билету. Причина такого резкого скачка в ценах – оптовое увеличение стоимости горючего. Оно началось еще с января, когда на рынке начал образовываться дефицит бензина. Если сравнить объемы произведенного топлива в прошлом и в этом году, нефтяные компании порядка 5% сократили объемы выпуска бензинов. Если мы посчитаем в абсолютных цифрах, это измеряется сотнями тысяч тонн. На это наложились и другие проблемы. В первую очередь, сезонный ремонт на заводах по производству бензина и увеличение внутреннего туризма на автомобилях, вследствие чего потребление на АЗС у трасс выросло на 30-40%. Поскольку бензин на Алтае, по данным Росстата, самый дешевый в стране, из-за резкого подорожания цена оптового горючего превысила розничную. Больше всего от этого страдает частный АЗС, которых только в Барнауле около 60%. Мы же купили бензин и по 42 рубля, и по 40 рублей. И кажется, что мы в рублях зарабатываем. Но как только мы сейчас купим его по 46, у нас было, допустим, там 1000 тонн бензина на остатках. А получится 900 тонн. Притом цену за литр бизнесменам поднимать относительно бесполезно. АЗС нефтяных компаний ценник стараются держать, несмотря на работу в убыток. А к ним доверия больше, чем к частным организациям. В итоге главный плюс предпринимателей – низкая цена просто нивелируется. Сейчас топливный бизнес в Алтайском крае – рискованное предприятие. Эта ситуация может привести к уменьшению числа игроков на рынке. И остается только ждать. Эксперты предполагают, что оптовые и розничные цены стабилизируются к осени, когда нефтеперерабатывающие заводы выйдут с профилактических работ и закончится высокий сезон туризма. Однако это может стать лишь временным затишем перед бурей. Поскольку сейчас Министерство финансов настаивает на снижении параметров демпферов в два раза. Это значит, государство будет выплачивать нефтяникам меньше средств, которые все эти годы идут на стимулирование их работать на внутренний рынок, а не зарубежный, где выгоднее. Поэтому до какого уровня может взлететь стоимость одного литра, если законопроект примут – загадка для всех. Машина заправлена, кошелек пуст, а жители Алтайского края полны надежд, что бензин не перешагнет отметку в 55 рублей за литр. Не говоря уже о большем. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. С 1 июля в России введен акциз на безалкогольные напитки, содержащие сахар в концентрации 5 и выше граммов на 100 мл. Для понимания в черноголовке и классической коле этот показатель больше вдвое. Размер акциза составит 7 рублей на 1 литр. Главная причина такого налогообложения – побудить население потреблять меньше сахара, так как больных с сахарным диабетом становится все больше. Кроме этого, акцизы станут дополнительным источником пополнения бюджета. Как это может отразиться на жизни Алтайского края и как обстоит дело с региональным бюджетом – об этом мы поговорили с председателем бюджетного комитета Краевого парламента Антоном Васильевым. Антон Александрович, как Вы считаете, насколько существенным будет пополнение бюджета за счет акцизов на сахаросодержащие напитки? Первое, что надо обратить внимание, акциз, который был введен в Российской Федерации на сахаросодержащую продукцию или по-другому налог на газировку, так его уже крестили в народе, это все-таки доход федерального бюджета. То есть краевой бюджет или муниципальный бюджет на этом этапе пока никаких отчислений производиться не будет. То есть это вопрос пополнения как раз доходной части федерального бюджета. Деньги, которые будут аккумулироваться там, они будут идти на выполнение программы, как раз связанной с преодолением последствий заболеваний у людей, как раз связанной с сахарным диабетом. То есть ответная мера на использование сахара в этой продукции. То есть получается, что наш бюджет каких-то дополнительных средств? На этом этапе нет, но поскольку бюджетная система взаимосвязанная, безусловно, если у федерального центра дополнительные, соответственно, поступления будут нарастать по этому виду налога, то будет некая такая надежда, что освободившиеся ресурсы у федерации, возможно, будут в большем объеме транслироваться ниже по бюджетной системе. Ну, конечно, здесь никаких решений нет, это только можно ожидать на уровне уже распределения дотаций, субсидий и субвенций. На фоне проведения специальной военной операции, экономических проблем, как вы считаете, в ближайшее время регионам стоит все-таки больше рассчитывать на себя, чем на помощь от федерации? Вообще ставка-то, она в принципе в федеративном государстве на большую самостоятельность, в том числе финансовую регионов. Так складывается, что львиная доля регионов, к сожалению, не могут самостоятельно финансово обеспечивать свои публичные обязательства. Поэтому в этой модели, конечно, мы всегда надеемся на поддержку в виде безвозмездных поступлений. Но вот эти два последних года, предыдущие и текущие, в общем-то показывают, что если мы про Алтайский край говорим, экономический рост позволяет, ну, как минимум, 50% собственных доходов формировать в бюджете. И эта доля потихоньку, она у нас росла. Вы знаете, что когда-то у нас было около 30 всего собственных доходов в и консолидированном бюджете, в том числе, и краевом. А сейчас эта доля уже достигает чуть более половины. Кстати, в прошлом году Минфин России определил, что Алтайский край попал в категорию регионов с устойчивостью экономики, с устойчивостью бюджетной системы. И он в меньшей степени нуждается в траншах федеральных за счет вот этого постепенного роста. Но пока мы не наблюдаем какой-то серьезный, как раз вот, обрушающий экономику региона, да, как бы, системы санкций. Конечно, мы в прошлом году все выдержали шок, увидели, как экономика и бизнес адаптировались. Правительство вовремя принимало нужные финансово-кредитные решения, стабилизировало, прежде всего, финансовую систему. Ну, и, в общем-то, пока угроз вот текущий этот год мы не наблюдаем. Но мы все предполагаем, что санкции ведь они длительного эффекта. В свое время Иран так их проходил, не сразу он ощущал действия этих санкций. Мы тоже, видимо, почувствуем, они влиять, безусловно, будут. Не хотелось бы, чтобы это влияние было таким кардинальным, особенно по социальным расходам, потому что чаще всего ведь на них потом падает первое, как бы, внимание по сокращению. Но на текущий момент я не вижу поводов переживать. Конечно, нам бы краю хотелось больше поступлений, в том числе и с федерального бюджета, и роста собственной экономики. Но пока не сказать, что при этом мы испытываем какие-то шоковые, критические процессы и в региональном бюджете, и в экономике. Как вы уже сказали, одна из причин, по которой вводится акциз на сахаросодержащие напитки, это борьба с диабетом. Но ведь вероятно, что когда цены на эти напитки поднимутся из-за акцизов, люди будут меньше напитки покупать. Будет ли каким-то образом все-таки пополняться бюджет за счет этих акцизов? В любом случае поступления будут. Естественно, бизнес тоже будет реагировать. То есть ведь же есть два пути, да? Правильно вы сказали. Если по требованиям продукция будет попадать в сахаросодержащую, это не всякое, там определенная доля определяется, то, соответственно, мы что можем ждать? Либо роста цены, совершенно верно, это будет отталкивать людей от покупки, с одной стороны. С другой стороны, бизнес может сориентироваться и уменьшать долю сахара в самой продукции. Вопрос, насколько тогда качество продукта будет обеспечиваться по тем, как бы, по параметрам, которые мы определяем как сахаросодержащую продукцию. Ну, в принципе, то и другое неплохо. Самое главное, что мы же понимаем, что имеет место быть определенный вред здоровью, и это форма некой компенсации, хотя бы таким способом. То есть можно таким косвенным налогом, на самом деле, совершенно правильно вы сказали, платить-то за это будет потребитель, в общем-то. В акцизной системе так. Это также касается и продуктов переработки, соответственно, которые мы потом приобретаем в виде бензина или дизельного топлива, тоже там акциз сидит. Это же ведь, в общем-то, наши расходы, прежде всего. Но в этом случае я понимаю, что логика федерального правительства попытаться сдержать потребление этой продукции. Одним способом не допустить покупку, ну, а вторым вырученные средства направлять на борьбу как раз с сахарным диабетом. Ну, посмотрим, как рынок среагирует. Мне кажется, судя по тому, что я слышал от экспертов и от представителей компаний, которые занимаются выпуском, они, скорее всего, будут регулировать содержание сахара, сохраняя примерную цену, чтобы с рынка не уйти и сохранить потребителя. То есть это вот адаптивность. Ну, в конечном итоге потребитель выиграет. Так это тоже плюс, естественно. Конечно. То есть, правда, бюджет может недополучить того, что хотел. Ну, зато мы увидим другое, как бы сокращение продукции, которое в действительности влияет на состояние здоровья человека. И еще раз вернемся к консолидированному бюджету Алтайского края. Вот как за последние годы изменились графы пополнения бюджета? Какой источник пополнения стал, можно сказать, большим? И что этому могло способствовать? Рост, он как бы стабильный. Мы наблюдаем, что по налогу на доходы физических лиц, и, кстати, по акцизам, мы видим прирост, немного приросли по штрафным санкциям, зачисляемым тоже в бюджеты, связанные как раз с соблюдением правил дорожного движения в том числе. Это имеет место быть. Но главное, что радует, в общем-то, похоже, что с учетом даже вот пандемии наблюдается экономический рост. Во многом, да, он предопределен решениями по заработной плате, включая решения по бюджетному сектору. По промышленности зарплата уже перескочила отметку 50 тысяч рублей. В энергетике еще даже больше, если посмотреть по объемам, которые сегодня выплачиваются как раз в пользу физических лиц. В том году был крен несколько вот как раз в сторону налога на доходы физических лиц и акцизов, и меньше был как бы ожидаемый результат по налогу на прибыль. Но это объяснимо. Банки выплачивали большие дивиденды по концу года. Помните депозиты, которые люди сначала забрали деньги, вернули. И, естественно, банки вынуждены были потом пересматривать объемы налоговых отчислений. Но мы вышли на 97% от плана по налогу на прибыль. В этом году, в общем-то, видим положительную динамику сегодня. Ситуация более стабильная. Я думаю, что налог на прибыль тоже будет перерастать. Вот данные налоговые показывают. У нас были сложности с введением единого налогового счета. Некая такая неопределенность в автоматизации этих процессов. Но сейчас, вот к середине года, наблюдаем, как бы мы ожидали это, но как минимум рост на даже более чем инфляцию по доходной части бюджета. Есть четкое представление, что в этом году мы преодолеем 200 миллиардов рублей консолидированного бюджета при примерно триллионе, триллион ожидаемый регионального внутреннего продукта. То есть почти четверть из плавого продукта изымается к краям только и транслируется на соответствующие публичные и иные обязательства. В общем-то, динамика положительна. Конечно, этого не достает. Нам бы хотелось рывка, причем очень мощного, но есть определенные сдерживающие обстоятельства. Мы, честно говоря, в том году ожидали падения экономической активности, в том числе и бюджетных поступлений, но выдержали, и есть это повод для оптимизма. Так, на одном из барнаульских предприятий, выпускающих сладкие напитки, рассказали, что придется повысить стоимость продукции для конечного потребителя. Предприятие столкнется со снижением продаж. Почему? Потому как цена на полке увеличится, у потребителя денег больше не становится, соответственно, он станет покупать меньше. Учитывая у нас там получается 7 рублей на литр, с учетом НДС, это где-то 4,2 рубля на бутылочку 0,5 литра и 8,4 на литр. Достаточно существенно, согласитесь. Поэтому это приведет к снижению продаж. Повторюсь, любое повышение, особенно такое, как мы считаем, значительное, приведет к сокращению спроса. И в итоге это отразится на наших объемах, а наши объемы – это наши деньги и так далее, и так далее. И у нас рентабельность и так невысокая. В целом у предприятий, производящих напитки, сладкие напитки, порядка 10-15% наша наценка, ну или рентабельность, правильнее сказать. Это намного меньше, чем делают наценки торговые сети. Поэтому мы, к сожалению, не можем этот акцесс принять на себя. Мы его, как и все остальные, закладываем в цену, и потребители в итоге платят эту налогу. Камры и мошки продолжат атаковать жителей Алтайского края вплоть до сентября, если дожди продолжат сменяться теплой погодой. По словам энтомологов регионов, в последний раз такое массовое нашествие кровососущих было 3-4 года назад. В их возвращении виновата майское половодие и жара. Из-за нестабильного разлива реки многие временные стоячие водоемы остались под палящим солнцем, и это создало благоприятную среду для развития комаров. Похожая ситуация и с мошками. Они расплодились из-за теплых проточных вод. Сейчас власти Барнаула проводят повторную обработку от комаров в парках, бульварах и скверах города. А самой лучшей индивидуальной защитой от кровососущих, по словам энтомологов, могут стать не только репелленты и москитные сетки. Самое безвредное, самое рабочее – это автоматические орудия лова, работающие на углекислоте. То есть, грубо говоря, представляют собой некоторые устройства, которые выделяют ультрафиолет и выделяют углекислый газ. То есть, в принципе, это как раз то, что приманивает кровососущих, двукрылых все. Экспертиза меда в этом году может ударить по карману пчеловодам. Опасения связаны с новыми правилами санитарно-ветеринарных исследований, которые предполагают широкий комплекс анализов на пестициды, органолептические показатели, антибиотики. Урожай этого лета под них уже попадает. По новым правилам, пчеловоды должны ежегодно подтверждать безопасность медовой продукции, которая идет на продажу. Мед, пергуб, чилиное молочко пасечники обязаны отдавать на лабораторные исследования. Кроме периодичности анализов, изменился их перечень. Список исследований стал значительно больше, поясняют специалисты Росельхознадзора. У нас точно добавилось большое количество лекарственных препаратов, на которые есть необходимость изучать, исследовать. Опять же, это обусловлено тем, что с 95-го года мы все с вами понимаем, что количество лекарственных препаратов, которые пчеловоды используют для своей деятельности, оно значительно увеличилось. Соответственно, и необходимость исследования на эти препараты увеличилась. И кратность, и периодичность стало более понятно. В старых правилах, я могу ошибаться, я их так внимательно уже и не помню, 95-го года, но мне кажется, что там не отсутствовала такая кратность. А кратность – это что значит? Периодичность. Но вы говорите, раз в год нужно? Да, в новых правилах. А в старых? А в старых не отсутствовало такое понимание. Экспертиза меда нужна для чего? Для того, чтобы оформить ветеринарно-сопроводительный документ, который подтверждает безопасность, качество и место происхождения этой продукции. Вот цель. Не реже, чем один раз в год, пчеловод обязан подавать свою продукцию на экспертизу? Да, лабораторную. Если он этого не делает? Если он это не делает, у нас есть несколько видов ответственности, как административной, так и уголовной. К административной относятся, например, перемещение продукции из точки А в точку Б или ее реализация без ветеринарно-сопроводительных документов. Они не могут быть по определению выданы, потому что нет ветеринарной экспертизы. Ветврач не может подтвердить ее качество и безопасность. За это предусмотрена ответственность у нас по статье 10.8. До 5 тысяч на физических лиц, на граждан, и до, по-моему, до полмиллиона на юридических лиц. То есть достаточно серьезная ответственность. Если же все-таки по результатам лабораторных исследований, в рамках контрольно-надзорных мероприятий, их отбора, проверок, мы устанавливаем, что продукция не соответствует каким-то требованиям по лаборатории, тогда мы применяем уже статью 14.43, КОАП – это нарушение правил технических регламентов и там ответственность до 600 тысяч, по-моему, юридических лиц с необходимостью уничтожения или переработки той продукции, в которой мы установили несоответствие. Впервые за 43 года Барнау принимает крупнейшую художественную выставку «Сибири» более полутора тысяч экспонатов на четырех тысячах квадратных метров. Этот проект Союза художников России проходит раз в пять лет. Чтобы принять выставку у себя, Барнау боролся в непростой конкуренции и выиграл это право. Чем уникальная выставка узнавали мои коллеги. У главной спортивной арены края несколько сотен человек. Под звуки духового оркестра дети даже пустились в пляс. Здесь сегодня проходит масштабнейшее для региона событие – открытие Большой региональной выставки «Сибирь-13». В последний раз подобное проходило в Барнауле в 80-м году прошлого века. А вообще такие масштабные мероприятия в регионах организуют раз в пять лет, чтобы показать, чего удалось достичь мастерам за этот период. Десять дней назад дворец спорта начал преображаться. Он сбросил в себя вот это некое такое спортивное начало. Начали появляться первые машины, разгружать, работы, работы, заполнение, заполнение. Казалось, ну просто это невозможно будет разместить на этой территории. Все получилось. Получилось благодаря слаженной работе организаторов и финансовой помощи правительства региона. 9 миллионов рублей выделили из бюджета. Миллион гранд-губернаторов в сфере культуры – 400 тысяч средствами ценатов. Я очень рада за жителей нашего города, потому что в течение трех недель бесплатно, без выходных, без обеда нас будут здесь принимать столько раз, сколько нам захочется сюда прийти и посмотреть. А мы прекрасно понимаем, что посмотреть всю выставку за один раз просто невозможно. Ленточка разрезана, посетители рекой полились на просмотр. А посмотреть есть на что. Это подчеркнул и Андрей Ковальчук, председатель Союза художников России, который специально приехал в Барнаул. Здесь, вот сейчас, на выставке, я увидел целый ряд таких откровений, откровений в искусстве. Это и уже зрелые художники, известные. Это и молодые художники, которые только начинают свой путь и ищут то, о чем сказать, как сказать. Вот, это интересно. Кстати, многие из тех, кто пришел сегодня на выставку, бывали и на той, которая проходила в Барнауле в 80-м году прошлого века. Я помню ту выставку, Сибирь социалистическая. Я тогда впервые восторгом увидела, что у нас есть люди безумно талантливые, люди, которые умеют видеть. Можно и с уважением относиться к авангардистам, и к людям, которые по-другому видят мир. Но чистые краски и большие красивые просторы – это замечательно. Поэтому для нас это большое событие. Мне очень нравится живопись, мне очень нравится картина с очень интересным, так сказать, подходом к исполнению. А еще очень нравится резьба по дереву и всякие скульптуры. А что ты для себя там подчеркнул? Техники. Техники потом, как художнику, очень интересно посмотреть, как рисуют другие люди. Председатель Барнаутской городской думы тоже помнит прошлую выставку 80-го года. Была на ней еще студенткой Института культуры. Уверена, что Сибирь-13 – это тоже некий шок для посетителей и возможность чему-то научиться, для молодежи. Выставка имеет еще и образовательное значение. Особо радует, что будут проведены мастер-классы, лекции, будут проведены практикумы. Очень важно общение с мастером. Мы всегда завидовали столичным вузам, у которых есть возможность прийти в мастерскую Церетели, Зураба Церетели, и посмотреть, как работают. И вот то, что сегодня правительство края, губернатор Виктор Петрович Томенко, Министерство культуры нашли вот такую возможность и подарили нашей молодежи вот возможность встречи с настоящими художниками, поработать с мастерами – это много значимо. Всего зрители смогут увидеть более полутора тысяч работ – это и живописи, графика, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство. Понравилось вообще. Тоже я видела икону. Я учила это в Институте Челевенской, Институте культуры. Это очень интересный. Ну, конечно, интересно. Я последний раз был давненько на выставке зональной в Новосибирске. Я уж не знаю, сколько лет прошло, 15, что ли. Я вот не считаю как-то, ну, давно. Но тут-то в Барнауле-то не было 40 лет. Я исповедую реалистические принципы. Да, да. И я вот верен. Но я с удовольствием смотрю все направления. Вот все мне интересно. Интересно. И с чего делаю для себя в выводе. На выставке представлена одна работа Евгения Югаткина. Всего здесь 112 наших авторов. Кстати, лучшие работы «Сибирь-13» отберут для участия во всероссийской выставке. И процесс отбора уже идет. А еще по итогу будет создан шикарный альбом выставочных работ. Остается напомнить, что работать «Сибирь-13» будет до 29 июля. Вход свободный. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok